Всем привет! Это Камчатка Онлайн, проект, в котором мы вместе смотрим самые популярные видео и читаем самые яркие комментарии в соцсетях. Кто и что попало в топ на этой неделе, узнаем прямо сейчас. Дорогие девушки и женщины, если вам не хватило внимания и подарков на 8 марта, то значит вы просто не заходили в интернет. Вот полюбуйтесь, какие поздравления для нас с вами подготовили камчатские мужчины. Поздравляем с женским днем 8 марта! Ура! Бравые военные показали не только мастерство синхронного крика, но и силу духа. Как взлетели над вулканами, да как прыгнули с небес прямо к женским ногам. Где-то на материке бывает дождь грибной, а у нас на Камчатке дождь мужской, который падая складывается в буквы и слова. Оригинальное поздравление заслуженно набрало более 12 тысяч просмотров и десятки восхищенных комментариев. Ненамного отстали по просмотрам сотрудники МЧС со своим трогательным видео. Огнеборцы разожгли в сердцах камчатских женщин пожар благодарности. Неизвестно куда бы он перекинулся дальше, если бы не подоспевший вовремя любитель подледного плавания. Милые женщины, с праздником вас, с днем весны. Будьте счастливы, будьте здоровы и будьте такие же солнечные, как букет этих тюльпанов. Женщины не скупились на ответные комментарии. Какая прелесть, браво, настоящий мужчина, дебил, не? Так, стоп, а это кто написал? А, вот еще весточка от этого же пользователя. Свою страничку недовольно решил оставить закрытой. Наверное, готовит более крутой сюрприз. Он-то уж точно разбирается в годном контенте. Поэтому все подписываемся на Морф 2, то вдруг еще пропустим что-то стоящее. Кто хотел побывать в Италии, но боялся коронавируса? Поздравляем, ваша мечта сбылась. После минувшего циклона все мы стали немного венецианцами. По комментариям можно легко определить, кто на Камчатке недавно. Ужас и кошмар пишут те, кто еще не привык к местным реалиям. Старожилы же смотрят на все с позитивом. Как говорится, практикуют принятие ситуации. Да по всему городу такое. Ой, ну движуха же. Был гололед, теперь паводок. А фразы типа «Северная Венеция», как вам? Ну, искусство же. Кроме чувства прекрасного, циклон вызывает в настоящих камчатцах еще и приступы изобретательности. Признавайтесь, у кого было так же? Это коротенькое видео побило все рекорды по просмотрам на этой неделе. Более 30 тысяч раз пользователи соцсетей пересматривали, как суровый камчатский водитель с дворником в руке движется вперед наперекор стихии. Многие в комментариях поделились подобными историями. Кто-то боролся со снегом-веником, другие привязывали неисправную запчасть бинтами и шнурками. Некоторые в таких ситуациях обходились обычными тряпочками. В общем, это видео занимает почетное место, в подборке «Русские не сдаются». Рекомендовано к просмотру всем, кого пугает метель, коронавирус и падение рубля. Новый вид безбилетников обнаружен на Камчатке. Если раньше их называли зайцами, то сейчас это самые что ни на есть голуби. Едет с нами пассажир, значит. Ездил на семейную конференцию. Едет от самого дома по Сироглазке. В комментариях пернатого пассажира просили передать за проезд, ну или хотя бы пристегнуться. Но, как стало известно, наглый безбилетник без предупреждения сошел на окрасе. Так же неожиданно, как и появился на капоте. Хотя, впрочем, чего удивляться такому поведению голубя. Погода ведь и вправду была нелетная. Птичку в итоге простили и приголубили за поднятое настроение. А теперь наша постоянная рубрика «Кажется, тряханула». В четверг очередной приветик от земли матушки пришелся на конец рабочего дня. И что самое интересное, многие в этот момент были не на рабочем месте. Кто-то в кровати лежал, кто-то только сел на диван, ехал в машине или гулял на улице. Были и такие, для кого землетрясение стало предлогом пораньше убежать с работы. Многие вообще толчка не заметили и узнали о нем только из соцсетей. Хорошо, хоть успели записать данные сейсмографа. Сколько там баллов было, кстати? Видишь, как трясет это землетрясение? О, точно, три балла. Для камчатцев люстра вообще главный измерительный прибор во время землетрясения. По силе раскачивания любой житель может с легкостью определить, стоит ли хватать тревожный чемоданчик или можно еще немного поснимать видео. Люстру, к слову, пользователи заценили, но остался вопрос. Там диоды или лампы накаливания? Автор видео. Отзовитесь. Ради науки. На сегодня это все. Надеемся, что смогли хоть немного поднять вам настроение. Подписывайтесь на Камчатку онлайн, ставьте лайки и пишите комментарии. Не забывайте присылать интересные видео в директ, и мы обязательно их обсудим уже на следующей неделе. С вами была Татьяна Ворсина. Чао-мяо! Если скоро день рождения, вы приходите к нам скорее. Героев много, выбирай смелей. Любого вечеринок столько, мы на все готовы. Мы Батти-ферма! Мы Батти-ферма! Мы Батти-ферма! Пати-пати-пати-пати! Субтитры создавал DimaTorzok